здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале особенно горячо приветствую тех кто был со мной на гречневом марафоне кто также как и я готовится к весне улучшает свое здоровье фигуру также про гречневый марафон в ближайшее видео обязательно точнее в ближайшее время обязательно а пока мы снова впадуем и снова стрит стайл посмотрите какую интересную картину я наблюдала напротив бутиков девушки подходят смотрят на сумки но также пара посмотрите насколько они молоды и я прямо таки не могу не пошутить что девушка наверняка уже выбирает себе сумку которую она обязательно получит как я часто говорю как правило итальянка имеет одну дорогую сумку получают ее в подарок от родителей от семьи возможно складчину такую сумку дарят рано или поздно итальянка получает дорогую сумку насколько это возможно и насколько могут ей позволить сделать такой подарок. Ну что ж, падаю, посмотрите, какой интересный пример стритстайла. Я вообще заметила, что когда он хорошо выглядит, его спутница, как правило, выглядит тоже очень-очень хорошо. Если выглядит хорошо она, то, как правило, хорошо одет муж, хорошо одеты дети также. И на самом деле, я даже задумалась сделать видео про семьи стритстайлеров, потому что, ну, действительно, видно, что люди нашли себя друг другом, не только вместе смотрят и одинаково смотрят на какие-то аспекты в жизни, раз решили создать семью. Ну и одеваются действительно очень смело, зачастую очень похоже, если речь идет вот о каких-то гуляющих семьях, которые я, конечно же, часто встречаю. Берет с помпоном, уже не в первый раз я его вижу, не в первый раз обращаю внимание, смотрится очень-очень красивым. Если вам нравится, возможно, это тот головной убор, который стоит внедрить в свой гардероб, прежде всего, потому что наверняка они уже имеются в продаже, либо вот-вот появятся, потому что они достаточно популярны. Субтитры сделал DimaTorzok Бежевое пальто Я думаю, это классика и, думаю, это классика даже стоит стайлом. Очень-очень нескоро избавятся модники и модницы от своей любви к бежевому пальто. Что я хочу показать вам здесь, дорогие зрители, в прошлом году, прошлой весной совершенно точно, прошлого года я показывала, как самые обычные кроссовки, спортивные, либо черные, либо белые, либо фантазийные, каких-то светлых цветов, можно модернизовать при помощи ярких шнурков. Я тогда советовала неоновые шнурки, потому что их легко купить в продаже. В любом подростковом отделе они имеются, в любом спортивном магазине они имеются. Как вы видите, в этом году нам прямо-таки предлагают уже производители таким образом носить. Мне был задан интересный вопрос по поводу того, будет ли оверсайз в моде, как мне кажется, продержится ли еще долго. Я еще летом прошлого года предсказывала очень узкий силуэт, мне казалось, что мы вернемся к женственности. И на самом деле я считаю, что оверсайз продержится еще очень долго, потому что он, конечно же, очень удобен и очень функционален. И, допустим, в России и вообще странах, где прохладно, оверсайз будет еще очень-очень долго на волне популярности, но производители будут убеждать нас купить что-то более узкое, более женственное, потому что этого давно не было. Это также маркетинговая стратегия, то есть нам предложат купить то, что мы давно не покупали. И поэтому я считаю, что женственные силуэты, кстати, я показываю сейчас вам витрину Макс Мара, это то, что будет превалировать в ближайшие два года и набирать популярность. Сегодняшнюю подборку стрит-стайла с легкостью можно назвать подборкой мужской, потому что я встретила гораздо больше красиво одетых мужчин любого возраста и одеты они были в совершенно разной стилистике. Но, как я уже говорила в мужских обзорах, в видео, посвященных мужской мове, итальянцы предпочитают классику и умеют очень хорошо сочетать, как мы бы сейчас сказали, миксовать вещи классические, а также спортивные. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается секрет стиля итальянских мужчин. Они потрясающий выглядят в повседневной жизни. Напомню зрителям, что этот стрит-стайл я снимала в воскресенье. Как вы видите, очень много людей на улице, итальянцы очень любят гулять. Их времяпрепровождение, любимое, самое популярное, это, конечно же, прогулка, пасседжата. Для меня это было долгое время удивительно, потому что, когда я жила в России, когда я жила в Москве, для того, чтобы отдохнуть, мы часто выезжали куда-то, например, поужинать, либо пообедать, когда родился наш первый ребенок. То есть мы очень-очень мало гуляли, гулять не было в культуре нашей семьи. Именно прогулкам я научилась здесь, в Италии. И итальянская прогулка представляет из себя не что иное, как фары унджиру, как говорят итальянцы, то есть пройтись кружочком. Именно поэтому мы часто видим людей, которых я, допустим, успела снять со спины через несколько кадров, через какое-то время я успеваю их снять, что называется, фронтально, потому что мы уже идем навстречу друг другу. Итальянцы гуляют по кругу, и я вместе с ними. Удивительным образом именно сегодня мне получилось заснять очень многих людей, которые оделись в белое пальто. Я такое большое количество белых пальто не замечала раньше, как я часто люблю говорить. Возможно, кто-то их выпустил, возможно, кто-то эту тенденцию задал, и совершенно точно стритстайлеры эту тенденцию подхватили. Белых пальто очень много. Это пальто а-ля Тедди Чебурашка. Это пальто без подклада. Ну и также пальто классическое на подкладе, приталенное, либо как на этой сеньоре, достаточно овер. Пальто очень-очень много. Если вам нравится белое пальто, присмотритесь к нему. Но по собственному опыту могу сказать, что белое пальто, и в общем-то те отрезки, что мы видим сейчас, они это доказывают, смотрится хорошо только поверх черной базы, черной одежды. В особенности хорошо белое пальто смотрится с кожаными леггинсами, либо брюками. И, пожалуй, это все, с чем смотрится хорошо белое пальто. Яркие аксессуары в виде шарфа, шапки, либо обуви, конечно же, да. Но база, по моим наблюдениям, всегда должна быть черной, чтобы пальто белое смотрелось очень и очень выигрышно. Думаю, многие могли заметить, что как раз-таки в этом видео второй раз мы видим пальто из ткани чебурашка, чебурашка а-ля Тедди, мне все-таки более привычно называть. Таким образом, эту ткань на мужчине был парень в белом пальто, и вот сейчас мы увидели, ну явно у вас трестайзер, хорошо выглядеть, ничего не сказать, ни добавить, ни убавить. И тем не менее, да, такая ткань становится популярной, насколько я поняла, и среди мужчин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok